Во-первых, регулятор стоит, который надо бы собраться и убрать, потому что краники есть закрывать. И потом после капремонта все бедночились. То есть работами и услугами своей управляющей компании Вахитовского района Земфира Амирханова недовольна. Между ними постоянная борьба. Дело даже дошло до суда. На чердаке вдруг палило, там свет стал замыкать. И, конечно, это бой, 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 бой. И таких недовольных меньше не остановится. Правда, меняются содержания жалоб. К тому же татарстанцы в основном отправляют заявки дистанционно. Если есть проблемы, я пишу в открытую Казань. Как раз о том, куда обратиться, чтобы проблему устранили оперативно и качественно, рассказали сегодня журналистам. Как выяснилось, с вопросами ЖКХ часто обращаются и к уполномоченному по правам человека. В настоящее время на 1 сентября это 230 обращений. Много или мало, достаточно сказать, что это очень большая часть обращений, которые у нас коллективный характер. Растет количество жалоб на качество услуг ЖКХ и в Государственную жилищную инспекцию. В этом году выявлено 13 тысяч нарушений. Штраф наложен на 6 миллионов рублей. Обращение, которое подано в электронном виде, проверка по такому обращению может быть проведена только в том случае, если гражданин, который направил это обращение, зарегистрировал, прошел идентификацию. О том, что низкое качество услуг по ЖКХ вызывает негативное настроение среди населения, отметил во время своего послания и президент Рустам Миниханов. Большинство жалоб связаны с деятельностью управляющих компаний, а именно, качеством предоставляемых услуг и недостаточной прозрачности начисленной оплаты. Результаты практически всех проверок содержат пример не только неэффективных, но и нецелевых расходов. Недопустимо часто обнаруживаются ошибки в начислении. В счет фактуры необоснованно включаются дополнительные услуги. Повышать грамотность населения в вопросах ЖКХ и проведение дня правовой помощи в разных районах республики. Вот способы, которые должны помочь в работе. В перспективе в республике будет составлен рейтинг управляющих компаний. По каким критериям будут отбирать, пока обсуждается. К тому же, совсем скоро населению будут помогать решать вопросы общественные коммунальные инспекторы. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.